И всем привет, ребят! С вами Мастер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему танковому, киберспортивному танкофонду. На сегодняшний момент времени у нас уже практически 9 миллионов в нём. Хоть и за вчерашний день у нас поднялся танкофонд на супер большие цифры, но на сегодняшний день танкофонд не рос. Абсолютно никаким образом этого сделать нельзя было в связи с тем, что наша игра лежит и лежит намертво. Нет возможности зайти и приобрести какие-то спецпредложения, но вчера происходило с нашим киберспортивным танкофондом что-то безумное. За день, за сутки, с момента старта нашей компенсации танкофонд вырос на миллион семьсот. Это безумно большой буст, если учитывать тот факт, что только лишь первый день в нашем танкофонде имел такие безумные большие цифры. Все последующие дни в танкофонде набирали ну порядка где-то там тысяч триста, четыреста, пятьсот было. Но чтобы он рос больше чем на полтора миллиона, такого не было. Понятное дело, что это все дело связано с компенсацией, с тем, что большое количество игроков получило дополнительные танкоины, которых им как раз таки не хватало, чтобы приобрести одну спецуху маленькую. Но, 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 именно такие компенсации дают этот старт, этот толчок. Если вы участвовали в предыдущем танкофонде, то примерно такая же ситуация и была. Я очень сильно надеюсь на то, что в ближайшее время, во-первых, все ошибки, все дедосы будут окончены. И после чего наш танкофон должен опять начать расти, как в прошлом году. Что-то мне подсказывает, что это только и только старт. Ведь у нас остается целых 25 дней. Если я в первый день танкофонда говорил о том, что скорее всего невозможно дойти до 20 и, ну, нету тут такого большого количества призов и интереса, чтобы лететь до двадцатки. Я прогнозировал 15-16 миллионов. То на сегодняшний день я скажу, что все шансы дойти до 20 лямов есть. 100% они имеются в связи с тем, что у нас осталось еще безумно большое количество времени до окончания этого танкофонда. И в связи с тем, что самые крутые награды только-только стартуют. То есть, когда новые игроки заходят и думают приобретать эти спецпредложения, они видят, что уже есть возможность забирать крутые новые устройства и призы, которых, например, до этого возможности получить не было. И этот танкофонд, как и в предыдущий раз, должен начать ускорение свое, должен начать круто, быстро и качественно расти, чтобы мы вместе с вами сумели забрать все эти награды. Ну и плюс, те ребята, которые не поучаствовали, например, в предыдущем танкофонде, имеют возможность забрать на свой аккаунт DroneCrisis и как раз-таки защитный модуль брони носит. Что является очень и очень тоже крутым бустом для всех игроков, которые до сих пор эти предметы в нашей игре не имеют. Поэтому я для себя вижу, что все реально и, ну, наверное, многое тоже зависит от того, насколько стабильно будет работать наша игра. Да, потому что на сегодняшний момент времени, прямо сейчас, да, на момент записи видоса игра не работает, но если все починится, если все станет, нормализуется и будет четко функционировать, то я уже благополучно прогнозирую то, что реально добраться как раз-таки до 20 очки и получить все эти самые замечательные награды. В моем случае я, конечно же, хочу протестировать устройство адаптивную перезарядку на гром, но помимо нее, что пульсар на смоке, что пульсар на твинс выглядит тоже интересно. Надеюсь, что они будут сбалансированы намного лучше, чем молот с пульсаром в связи со всеми, конечно, ошибками и проблемами. Я до сих пор его не протестировал на своем основном аккаунте, потому что, ну, то времени не было, то были какие-то более интересные движухи в нашей игре, которые нужно было быстро зафиксировать, записать видос по ним, а молот с пульсаром как-то уходил на нет. Но все равно я видел, что он, конечно, находится не в самом лучшем балансе. Поэтому я надеюсь, что смока, что твинс будет себя показывать намного-намного лучше и намного интересней, и с ними можно будет отлично играть. Ну, так с твинсом так точно, да, то есть все-таки это пушка, которая на постоянной основе наносит урон, и если она скрита будет наносить все статус-эффекты сразу, она должна реально очень прикольно смотреться, примерно так же, как смотрится на сегодняшний момент Тесла с пульсаром, которая является супер уникальной и универсальной пушкой в матчмейкинге, в, ну, практически, наверное, любых режимах, когда у вас хороший противник, да, вы просто возьмете Теслу с пульсарчиком на условном там паладинчике и начнете делать реально хорошую контентовую грязюлю. Ну и что я вообще думаю, да, по поводу Танкофонда и до скольки можно его добить, да, то есть двадцатка здесь смело виднеется, да, когда у нас остается 25 дней и уже 9 миллионов, при том, что Танкофонд, если я не ошибаюсь, был всего на 37 вроде или 36 дней, то есть по сути с момента его старта даже еще двух недель не прошло, а у нас уже почти что половина есть. Да, многие, конечно, наверное, скажут, что уже там большинство спецпаки купили и, соответственно, там уже шансов не так много дойти до двадцатки, но, как показывает практика и как показывает предыдущий Танкофонд, вот именно в такие дни, когда выходит компенсация, Танкофонд только-только начинает свой рост, да, понятное дело, что это не будет рост как в первый день на большое супер количество, но все равно уже там по полмиллиончика, по 600 тысяч, если наш Танкофонд будет ежедневно расти, это будет очень и очень хорошей прибылью. Ну и представьте, если до как раз-таки окончания этого Танкофонда ежедневно, даже по полмиллиона, этот Танкофонд будет расти, да, то есть это уже более двадцатки, просто более двадцатки. А еще когда игроки будут видеть, что, например, у них есть возможность забрать те предметы, которых у них нету, да, по типу там, у кого нету кризиса, у кого нету броника, то тогда они будут еще больше в этом заинтересованы и, возможно, будут приобретать еще дополнительные спецухи, чтобы увеличить как раз-таки этот Танкофонд. Ну и плюс, нужно понимать, что с выдачей компенсации те игроки, которые на сегодняшний момент времени имеют, ну, где-то там 800 условных Танкоинов, да, зайдя в игру даже на каких-то своих мультов, забирая дополнительно прибыль с как раз-таки компенсацией, имеют отличную возможность зафиксировать еще прибыль, приобрести еще спецушку и увеличить этот замечательный Танкофонд. Поэтому я на сегодняшний момент времени хочу, чтобы, во-первых, заработала у нас игра, ну, а во-вторых, чтобы мы попробовали сделать историческую темочку, побить те рекорды, которые были у нас раньше с Танкофондом, дойти до безумнейших каких-то цифр, дойти до двадцатки, которые еще ни разу у нас не было, и забрать все эти замечательные призы. Но, в первую очередь, хотелось бы, чтобы сначала игра начала хорошо, беспроблемно функционировать, и чтобы все у нас стабильно и качественно работали. Если вы согласны со мной, с моей точки зрения, связанной с Танкофондом, то обязательно поддержите данный видос лайком, обязательно не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, ну, и напишите в комментариях, сколько миллионов, думаете, будет в этом Танкофонде, по именно вашему мнению, да, сколько наберется. Наберется двадцатка, не наберется двадцатка? Если наберется, то сколько точно наберется, если вы так, ну, можете, там, неплохо спрогнозировать, у вас в этом плане есть какие-то определенные навыки, то будет очень интересно почитать и посмотреть, какую циферочку в этом Танкофонде предполагаете именно вы. Ну, и также не забывайте участвовать в розыгрыше, который на сегодняшний момент у нас имеется на нашем замечательном канале на три миллиона кристаллов, в описании ссылочку оставляю на него, уже буквально завтра будут его итоги, поэтому пока у нас нет возможности заработать кристаллы в танках, есть возможность поучаствовать в розыгрыше и заработать кристаллы как раз-таки оттуда. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!